Низкие температуры, особенно если они выдаются на выходные и праздничные дни, несут в себе опасность и для взрослых, и для детей. Как защититься, когда за окном аномальные холода, узнала наша съемочная группа? Самая частая причина обморожений – это одежда не по погоде. Зачастую мы недооцениваем опасность низких температур и игнорируем советы надеть еще одну кофту. А зря. Чем больше, тем лучше. Жители северных регионов придерживаются правила трех слоев. Вообще, сама одежда не имеет свойства греть. Ее задача – удержать тепло тела, сохранить нагретый им воздух между слоями. Так, чем больше слоев одежды, тем теплее. Но лучше воздержаться от длительных прогулок при аномальных морозах. Когда столбики термометров опускаются до отметки минус 18, минус 20, а то и больше градусов, врачи не рекомендуют находиться на улице более получаса. И то это при соответствующих обуви и одежде. В первую очередь, говорят медики, они должны быть свободными. В одежде в данном случае важны не только количество, но и качество. Тесные кофты, сапоги, а если они еще и успели промокнуть, все это увеличивает вероятность не только проявления простуды, но и обморожения, лечение которого потребует пребывание в стенах стационара. Пациенты с диагнозом обморожения встречаются в отделении гнойной хирургии детской областной больницы каждый сезон. К счастью, в последние годы не часто, но все же не без них. В таких случаях, говорит заведующее отделением, в первую очередь страдает кончик носа, щеки, пальцы рук и ног. Тесная одежда и обувь нарушают кровоснабжение, прежде всего, в пальцах рук и ног. Ухудшение кровоснабжения, конечности, наступают симптомы обморожения значительно быстрее. Ребенок пожалуется, что у него болят пальчики. Родители могут обратить внимание, что они припухли, стопы, кисти рук. В первой стадии получается небольшая припухлость и покраснение кожных покровов. При более глубоком обморожении уже наступает побледнение. Подобным образом обморожения проявляются и у взрослых. Немаловажный фактор – вовремя заметить первые признаки и сразу же предпринимать меры. Но стоит помнить, что нельзя эти места активно растирать. Можно повредить кожный покров или вовсе занести инфекцию. В первую очередь ребенок должен быть помещен в теплое помещение. Хочется предостеречь от форсирования, от отогревания ребенка. То есть ни в коем случае нельзя помещать руки и ноги, застывшие в горячую воду. Необходимо в первую очередь показаться врачу. Он точно определит стадию и назначит лечение. Безусловно, гораздо проще болезнь предотвратить, чем лечить. Поэтому родителям нужно чаще включать профилактические работы с ребенком в свой досуг. Внимательно следить, соответствует ли его одежда погоде, где он гуляет и нет ли в компании подростков, например, спиртных напитков, которые часто становятся катализатором больших проблем, в том числе и таких, как обморожение. Врачи вообще рекомендуют при температуре ниже 10 градусов держать прогулки детей под строгим контролем. Продолжение следует...